Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. О новых финансовых поступлениях, в том числе и в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, будем говорить с нашим гостем. Это экономический эксперт Борис Кушнирук. Борис Борисович, здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть в этой студии. Итак, смотрите, очень интересная ситуация получается. Еврокомиссия официально предложила Украине 1 млрд евро помощи и процитирую сразу заявление. Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций макрофинансовой помощи. Соответственно, то есть я так понимаю, что еще, если раньше говорили, что мы смотрим на Международный валютный фонд, если МВФ дает, то и остальные могут дать. А тут решение Еврокомиссии еще до выделения следующего транша в размере, ну, там, будем говорить, 2 млрд долларов. Хотя там есть очень четкие требования. Мы получим эти деньги уже до транша, либо нет? Нет, я думаю, что все равно ориентиром будет сотрудничество с МВФ и то, в какой мере мы способны, скажем, найти взаимопонимание. Там есть болезненные некоторые вопросы для Украины, чтобы по ним принять решение, которое удовлетворит МВФ, и он откроет следующий транш. Если он откроет, то в этом случае можно рассчитывать, что и мы получим помощь макроэкономическую и Евросоюзу, и я не исключаю, и какую-либо кредитную помощь мы сможем получить и от США. Ну, вот в том виде, как они нам давали, они давали в виде гарантии по выпуску наших еврооблигаций. И это приводило к тому, что мы имели там очень низкую доходность, там, буквально в пределах 2-2,5% годовых, что для нас является, конечно, очень хорошим подспорьем для нашей экономики. То есть это постепенное выделение? Если говорить о макроэкономической помощи Евросоюза, то оно постепенное и следует, опять же, понимать, чем оно хорошо. Эта помощь, она не предполагает возврата. Это не кредит. Это не кредит, то есть это безвозвратная помощь, и поэтому для нас она особенно ценна. По предыдущим программам сразу хотел бы уточнить на сумму 2,81 миллиарда евро с начала 2014 года. 1,61 миллиард евро в 2014-2015 годах и в рамках двух предыдущих программ 1,2 миллиарда евро в 2015-2017 годах как часть третьей программы. Вот, соответственно, и говорят, что в связи с выполнением реформ. Вы понимаете, куда тратились выделенные деньги? Так как речь идет о макроэкономической помощи, если мы говорим о деньгах Евросоюза, то это деньги, которые шли на покрытие дефицита бюджета. Таким образом, условно говоря, куда они шли, это зависит от потребности именно в данный момент времени, но физически эти деньги поступали в доходную часть бюджета. Таким образом, мы финансировали свои затраты. Другое дело, что вот тут надо понимать, что от нас требует Евросоюз. Кроме требований МВФ по поводу, ну, наиболее, так сказать, антикоррупционный суд и все-таки... Повышение цены на газ. Ну, я бы сказал так, они хотят... Регулирование цены. Да, они не хотят, чтобы было ручное регулирование цены, чтобы там была формула определения цены, чтобы оно происходило в стабильном режиме и при этом, чтобы оно не было убыточным. То есть, условно говоря, не может быть такая ситуация, которая провоцирует убыточную деятельность для Наконавтогаза, либо для любого другого, кто будет заниматься этой деятельностью по поручению правительства. Поэтому это то, что в первую очередь требует МВФ. У Евросоюза есть свои дополнительные требования. Это в первую очередь, это процедура электронного автоматического анализа деклараций госчиновников. И тут, условно говоря, я как раз являюсь большим сторонником этого, в том числе этого требования. И то, что это, ну, если говорить честно, саботируется во многом, потому что вещь для нашего обомонда политического, да, эстаблишмента крайне популярная. Они сейчас очень активно пропагандируют идею, так называемую, нулевой декларации. Вот давайте мы узаконим все, что мы наворвали, а после этого будем, а после этого давайте откроем эти декларации. Не такая уж и популярна эта идея, нулевой декларации. Ну, нет, она популярна в эстаблишменте. Ладно, хорошо, она перманентно популярна. Она популярна для эстаблишмента, но она, я думаю, что она не будет такой популярной для граждан, которые хотят, чтобы, ну, как минимум, эти люди, а, даже если их не посадили, их вряд ли кто-то посадит, как же ты его посадишь, он же памятник, да, то есть их навряд ли посадишь, но, по крайней мере, я считаю, что, а, они должны уплатить налоги, да, со всех этих сумм, и причем реальные, а не там по пониженной ставке. И, во-вторых, если ты... По курсу на момент 2006 года. И, во-вторых, я убежден, что для, если речь идет о госчиновниках, то тут должна быть процедура очень проста. Тогда вы должны просто, вот, вы легализовали свои доходы, окей, мы вас уже не задаем вопрос, где и как вы это украли, да, но заплатите налоги, во-первых, с этой суммы активов, а, во-вторых, чтобы вас в государственной власти больше никогда не было. Чтобы, условно говоря, это должно быть требование очевидное. Так вот, это мы говорили об одном требовании, второе требование, больше техническое, оно касается леса кругляка. Да. Снова-таки у нас сформировано абсолютно неправильное понимание подходов Евросоюза к этому. То есть у нас это подается так, что, мол, якобы наш лес вырубают и вывозят туда, а вот если мы запретим вывозить лес кругляк, то в этом случае лес перестанут вырубать. Да ничего подобного. Проблема состоит в том, что у нас отсутствует какой-либо реальный контроль за всем движением древесины. Если он будет, да, причем на всем этапе, начиная, кто вырубает, кто перевозит, кто обрабатывает, кто вывозит, если эта процедура будет налажена, а это вопрос не каких-то заоблачных сложностей, это вопрос политической воли и желания это делать, ну, как, условно говоря, и в других сферах. То есть мораториям ничего не решишь. Да, так вот, а если этого нет, то что выводят? У нас продолжают лес вырубать, но только вместо кругляка они могут разрезать его на, в лучшем случае, на доски, велика, скажем, либо на дрова, это считается великая интеллектуальная деятельность, да, мы, скажем, увеличили добавленную стоимость на это. И в этом случае мы уже можем вывозить из страны. А потом еще в связи с этим и вывозят по факту кругляк, а по номенклатуре будет совсем что-то другое. Поэтому совершенно очевидно, что это не путь, к которому надо идти, а нужна именно процедура. Во-первых, прозрачная процедура на аукционе. Вот смотрите, вы же сами сказали, что все равно добавленная стоимость происходит. Она там, сейчас говорю, она смешная там, да, это, условно говоря, вы не решаете ни проблему добавленной стоимости в стране, по большому счету, ни проблему вырубки лесов. Я убежден, что надо, во-первых, устанавливать квоты на вырубку годичные, вот вообще, да, это нормально и это воспринимается во всем мире. Во-вторых, необходимо, чтобы все это продавалось на аукционах. На открытых аукционах, но понятно, что, естественно... На внешний рынок? Нет, нет, вообще, вот условно говоря, вы хотите лес вырубить и использовать для каких-либо целей, продайте это на аукционе. Вы хотите вот такое количество леса, такого вот леса, окей, вы должны этот лес продать и потом контролировать, что только в пределах этой квоты можно было его вырубить, транспортировать, переработать, либо вывести. Тогда, условно говоря, у вас будет система и дохода, которая будет поступать в бюджет от вот этой, того, что вы это на аукционной форме делаете, то есть там возникают уже рентные платежи у вас все появляются, и очевидно, что перерабатывать внутри страны будет дешевле, нежели за рубежом. Смотрите, так, похожая ситуация, не такая же точно, не идентичная, но похожая ситуация и с мораторием на продажу земли тогда. Ну, с продажем мораторий земли это вообще история еще одна, она на самом деле связана с тем, что наш аграрный олигархат, он заинтересован в том, чтобы не было рынка земли. Почему? Потому что логика простая. Чем дольше сохраняется мораторий, тем ниже арендная стоимость, которую они платят за землю. А когда, представь себе, у некоторых агрохолдингов... Как вы приводили просто пример с вывозом лесоградных рубляков по-другому. Здесь тоже по-другому, но при помощи аренды, например, земля. Нет, нет, аренда, еще раз говорю, аренда не дает определения реальной стоимости земли, потому что как только растет цена земли, сразу, естественно, подтягивается и арендная плата за нее, и это норма общемировая. Так вот, получается так, что в связи с тем, что аграрный олигархат заинтересован... А представь себе, у нас есть олигархи, у которых по 500-600 тысяч гектаров земли. Ну, то есть это абсолютно невероятная сумма. Я когда-то в США, когда на одной из конференций назвал эту цифру, то они решили, что что-то я неправильно просто произнес, потому что, ну, откуда такие показали? 500 тысяч? Just mistake. То есть что-то ошибка. Поэтому они заинтересованы в сохранении этого, и поэтому, естественно, они финансируют, в том числе и наших политиков, которые в подобный порядок дня и пропагандируют, что все скупят и так далее. Хотя, условно говоря, все описано, каким образом от этого можно защитить. И с точки зрения только физические лица, и только граждане Украины, и только в пределах 200 гектаров на человека, и только тех, кто занимается обработкой непосредственно земли, и дополнительные налоги за перепродажу земельных участков, если это там меньше периода, например, 7-8 лет и так далее. То есть все ограничения, которые можно установить для того, чтобы земля не стала спекулятивным товаром, все это уже описано и есть в, скажем, написанном виде. Но, с одной стороны, у нас аграрный олигархат не хочет, с другой стороны, политиков не хочет. Почему? Потому что, условно говоря, в том числе, и это же так удобно доить олигархов аграрных, да? Если вы там не профинансируете, то мы можем мораторию отменить. А если хотите продолжить мораторию, ну вот надо занести соответствующую поддержку, оказать политической силе, которая это будет лоббировать. И это происходит на протяжении многих лет. И тут, снова-таки, без политической воли не обойтись. Но проблема там состоит в чем? Что если наши аграрные олигархи, они работают лишь площадями, у них нет потребности в том, чтобы увеличить производительность этой земли. Почему? Потому что, условно говоря, они работают за счет масштаба. А в то же самое время малые фермеры, которые могли бы, в первую очередь, выиграть за счет создания больше добавленной стоимости, они не могут этого сделать. Почему? Потому что, как правило, эту землю тогда надо выкладывать на долгие деньги. Для того, чтобы посадить сад, надо понимать, что он через 7-8 лет только начнет... Нужно взять кредит. Ну, даже если представьте, что у него есть свои деньги. Ему все равно, он через 5-7 лет, ему надо быть уверенным, что у него не отберут. Это должна быть своя собственность. Причем там только через 5-7 лет начинает ползаносить. Закон о частной собственности. Я угадал? Ну, тут это вопрос, она и есть и сейчас. Но просто сейчас-то собственность на землю есть. Но так как это в тех размерах, которых не являются, как правило, достаточно для того, чтобы ввести в деятельность, скажем, ну, в достаточных объемах, да, для того, чтобы это было, вообще имело смысл. В результате этого не делают, это не могут делать вот люди, которые имеют свои собственные там по 2 гектара. А в то же самое фермеры вынуждены заниматься такой же деятельностью, как и крупные корпорации, при этом проигрывать им. Почему? Потому что, слово говоря, конкурировать с компанией, которая обладает там 500 тысяч гектарами, ну, на дыр, 100 тысяч гектаров, она не может, потому что там за счет масштаба те выигрывают. Я бы все-таки сейчас хотел к выводам приходить. Так смотрите, в любом случае, но не давать деньги нам не могут в виде помощи, в виде кредитов. Нет, если мы не... Чтобы мы не завалились окончательно, потому что... Ну, что значит не могут? Извините, ответственность за страну несем мы, а не они. Они же не могут вместо нас, если мы хотим воровать, если мы не хотим реформ, если мы не способны проводить реформы. Угроза России, понимаете? Тут уже геополитические вопросы. Но главное дело, что это как раз очень интересная повестка дней для России в таком виде. Почему? Потому что она говорит, видите, из-за вашей политики вам приходится фактически содержать Украину. Она неэффективна, она для вас проблемой создает, она является для вас проблемой. Зачем вам эта проблема? Вот поэтому-то вопрос состоит в чем? Что нам нужны тут реформы для того, чтобы мы стали партнером для Запада, а не проблемой для Запада. Да, в самом деле. Поэтому в этом случае задача состоит в том, что те реформы, которые от нас требуют в основном МВФ и Евросоюз, они в принципе абсолютно правильные. У меня есть претензии, например, по монетарной политике. Я считаю, что она безграмотная. У меня есть понимание о том, каким образом идти по налоговому давлению. Почему? Потому что, условно говоря, для стран слаборазвитых, к которым мы относимся, или к слаборазвивающимся, для них большое вот это перераспределение в ВВП, через фискальный механизм, оно хорошо для развитых стран и очень плохо для слаборазвитых. Поэтому нам надо максимально снизить это налоговое перераспределение. МВФ часто боится на это идти, хотя это является тем инструментом, который позволяет стране становиться конкурентной. Спасибо большое за ваше разъяснение. Как всегда, стало мне более понятно после нашей беседы с вами. Я просто скажу, что мы с вами часто общаемся по данным вопросам. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был экономический эксперт Борис Кушнирук. Меня зовут Сергей Чернышев. Это UATV. Не переключайтесь. Продолжение следует...